Вас приветствует портал Аквагрупп. Сегодня мы поговорим о вихревых насосах Аквариум серии АДБ, которые были спроектированы и запущены в производство более 12 лет назад. На протяжении всего этого времени компания строго следит за качеством продукции. Насосы серии АДБ оптимально подойдут для использования в частных системах водоснабжения. Они предназначены для перекачивания чистой воды из колодцев, открытых водоемов и резервуаров и могут быть использованы для повышения давления. В 2012 году компания провела работы по изменению конструкции насосов данной серии, а также был выполнен ряд работ по защите продукции от подделок. Так, к примеру, на насосах была введена отливка логотипа Аквариум на корпусе, на клеммной коробке и на крышке обдуба вентилятора. Были переработаны и сконструированы новые профили ребер охлаждения электродвигателя, что увеличило поверхность теплоотдачи. Большое внимание было уделено конструктивным решениям и используемым материалам. Зачастую мы не видим, что там внутри, ведь снаружи на первый взгляд все одинаково. Давайте посмотрим общие характеристики для моделей ADB35, ADB40 и ADB60. Рабочее колесо серии ADB выполнено из латуни. Вал насоса серии ADB выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Вал из нержавеющей стали предпочтительнее. Он износоустойчивее, долговечнее и качественнее вала из черной стали и не подвержен коррозии. Ротор и статор насосов аквариум собирается на автоматических линиях сборки, что безусловно положительно сказывается на работе самого насоса, его производительности и потреблении электроэнергии. Важно! Максимальная производительность насоса всегда зависит от нескольких условий. Как правило, это глубина водозабора, высота подъема, планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений, а для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Давайте рассмотрим каждую модель отдельно. Насос ADB35 имеет отличные характеристики для своего класса и уровня. Максимальная производительность составляет 35 литров в минуту, а максимальное давление 35 метров. С потреблением всего в 370 Вт. В данной модели насоса с 2012 года применяется гальваническое покрытие внутренних стенок рабочей камеры, что позволяет значительно снизить или свести на нет эффект прикисания колеса. Насос ADB40 примерно на 14% мощнее своего младшего брата ADB35 по параметру напор и на те же 14% по параметру расход. Максимальный напор составляет 40 метров, а максимальный расход 40 литров в минуту. Хотя потребляет всего на 60 Вт энергии больше. 430 Вт против 370 Вт у ADB35. В модели насоса ADB40 с самого первого выпуска была применена конструкция со вставкой латунного кольца в корпус насоса, что позволило значительно снизить эффект прикисания колеса. Данная конструкция оказалась настолько удачной, что используется на модели без изменения по сей день. Насос ADB60 это самый старший насос в этой серии. Он на 15% обходит своего предшественника ADB40 по расходу и на 37% по напору. Но потребляемая энергия здесь заметно возрастает. 800 Вт против 430 Вт у сороковки. В насосе ADB60 была применена конструкция со вставкой кольца из латуни в корпусе насоса, что позволило значительно снизить эффект прикисания колеса. Данная конструкция та же, что и у насоса ADB40. Как любые вихревые насосы, насосы серии ADB очень чувствительны к песку в воде. Производитель не рекомендует устанавливать эти насосы на источники с песком, песочные скважины, заиленные колодцы. Насосы просты при эксплуатации и ремонте. Имея под рукой простые инструменты и запчасти, можно в домашних условиях произвести замену рабочего колеса, почистить рабочую камеру или произвести замену керамического уплотнения вала электродвигателя. Для обслуживания и ремонта насоса не требуется каких-то специальных навыков. Насосы серии ADB могут быть использованы для работы на даче, подачи воды из колодца или открытого водоема. При этом установка насоса в качестве основного агрегата на источник водоснабжения должна быть зеркалом воды до 5 метров, не глубже. Данные насосы могут быть применены также и для повышения давления в системах водоснабжения. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам электропитания в сети. Поэтому настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизаторы напряжения. На сегодня все. До новых встреч!